Привет! Будем сегодня продолжать вершать наше адаптивное меню. На чем мы там остановились в прошлый раз, сегодня доделаем. Наконец-то оно станет нормальным, живым, адаптивным, классным меню. История получилась долгой, но мне кажется, довольно ценной. В общем, не теряем много времени лишнего. Поехали. Пришло время оживить это меню и добавить немножко JavaScript. То есть, чтобы при нажатии на кнопку оно скрывалось, закрывалось и так далее. Это довольно-таки просто. Там просто нужно будет переключать классы, атрибуты. В общем, очень простой JavaScript. Давайте его быстренько накидаем. Идем сюда. И внизу очень бесхитростно пишем скрипт. И здесь, ну вот эту вот нашу штуковину. Почему бы нет? И давайте объявим наши переменные. То есть, меню-баттон для начала. Конст меню-баттон. Документ-квери-селектор. Меню-баттон. Она у нас одна такая. Дальше меню-лист. Тот самый меню-лист. Дальше к меню-баттон добавляем обработчик событий. Меню-баттон. Это windListener. Здесь слушаем клик. Тут у нас состояние. Открыто оно или нет? LetExpanded равно menu-баттон. GetAttribute. Аре-экс-баттон. И проверяем. Если оно true или берем false. В итоге состояние этого атрибута вызовет нам значение переменной true или false. Но если опечаток не будет. Меню-баттон. Вот. Теперь все должно быть хорошо. Дальше. После нажатия мы, собственно, меняем значение этого атрибута. Поэтому меню-баттон. SetAttribute. Аре-экс-пандед. Главный без опечаток. Экспандед. И выставим значение в неэкспандед. То есть мы будем тоглить по сути состояние. Проверив его изначально, мы будем ставить обратное. Наша кнопка должна включаться-выключаться после каждого нажатия. Кроме этого, нужно сделать еще классы. Menu-button. ClassList. Toggle. Тоже переключает. Класс. Menu-button. Open. Ну и у самого списка тоже нужно переключать класс, чтобы он скрывался или показывался. Поэтому. Menu-list. Тоже класс-list. Тоже toggle. И здесь. Menu-list. Open. Тут наверняка куча опечаток, но давайте проверим. Идем сюда. Скрываем, показываем. Все хорошо. Давайте клавиатура. Работает. Это очень простой скрипт. Наверняка можно лучше. Но его главный плюс в том, что он работает с клавиатурой. Он подсказывает скринеридам подходящие атрибуты, переключает их и делает нашу, в общем-то, задачу. Прекрасно работает на тач-устройствах. В общем, все, что хочется от него, он прекрасно делает. В общем, наше меню готово. Теперь нужно убедиться, что как только экран становится шире, наше меню, наши кнопки, вот это вот все, оно не переезжает наверх. Мы сейчас писали всякие стили и пытались контролировать, чтобы стили для этого меню и кнопки выпадающего оставались только изолированы для маленьких экранов. Сейчас надо это просто проверить. Идем, делаем 321. Ну, почти все хорошо, только кнопочка на месте. Почему-то. Давайте это исправим. Идем в меню. Меню button. Да, у нас нет дисплея нано. Давайте сделаем так. Если ширина больше 320, то наш меню button display none, потому что он уже не нужен. Меню видно и так. Ну что, раз, два, раз, два. Все хорошо, осталось только нам меню нормальное сделать. Вот, когда у нас эта штука растет, и меню должно выстраиваться вправо, и кое-что, наверное, еще меняется. Давайте посмотрим на макете. Окей. На самом деле, это меню начинает появляться только тогда, когда для него достаточно места. И вот здесь уже, видите, критично, там 42 пикселя всего лишь. Поэтому нужно, наверное, измерить ширину вот этого, и его использовать как breakpoint. Смотрите, 736. То есть, не говорить 320, а говорить 736. То есть, мы сейчас пойдем в стиль и заменим все вхождения 320 на 736, потому что это тот самый breakpoint, где выпадающее меню должно скрываться, и появляться обычное, потому что ему хватает места. Видите, мы танцуем, нет, от мифического устройства с шириной 1024 или там 736 или еще что-нибудь такое. Мы просто посмотрели, в каком месте контенту нужно быть выпадающим меню, а в каком месте контенту нужно выпрямляться. Поэтому, если у нас появится еще пункт меню или еще что-то поменяется, мы посмотрим и посчитаем новый breakpoint. Логично? Очень логично. Но почему-то все очень любят вот эти вот 320, 640, 700, сколько-то там, 1024, 1280. Это классные breakpoint, когда вам так рисуют. Но когда у вас контент меняется, а он меняется на каждом сайте, гораздо умнее, наверное, танцевать от контента. Ну, давайте попробуем. Идем в стиле и заменяем все 320 на 736. Заменили. Заменили. Где у нас еще это было? Хедер, меню, лого. Вроде все. Давайте проверять. То есть, у нас меню вот такое, пока не настает 736. И меню вполне себе адекватно выглядит здесь, скрывается, показывается. Даже на такой ширине. Но как только хватает места, 737, как только хватает места для обычного меню, мы убираем выпадающие. Давайте мы и обычное меню тоже сверстаем. Идем сюда, в меню, и закончим его адаптацию. Давайте сходим в меню List и сделаем так, чтобы ему становилось получше, разрешение их побольше. Давайте скопируем наше медиа, где теперь 736, а не 320. И напишем, когда ширина больше 736, мы будем что-нибудь делать с меню List. Ну, для начала сделаем его... Да, Display Grid. Дальше поменяем его направление. Grid AutoFlow. И направим его как колонку. Сохранили. Видите, выпрямилось. И Column Gap сделаем 8 пикселей. По-моему, там на макете ровно столько же. Давайте посмотрим. Да, 8. Вот. Но что-то оно растянулось и вообще как-то не похоже. Это потому, что у нас меню стоит не там, где нужно. Поэтому давайте мы заведем в нашей шапке Grid снова. И вот опять. Мы описали поведение самого меню. Но туда, где оно встраивается, нужно написать дополнительные стили. Но эти стили не имеют отношения к самому меню. Наверное, нужно расположить его относительно логотипа уже где-то в хедере. Соответственно, мы будем делать новые миксы. Идем в HTML. И смотрим, что у нас здесь. Хедер меню есть. Хедер лого есть. Давайте сходим в хедер. И напишем дополнительные стили. Для начала, для самого хедера. Здесь у нас будет Padding left 24 пикселя. По макету он увеличивается. Padding left 24 пикселя. Да. Больше. 736. Увеличили. И на самом деле мы задали глобальный Padding 16 пикселей, что не очень корректно. Давайте мы его разделим. Давайте вот так сделаем. With меньше равно 736. У нас будет здесь будет Padding left 16 пикселей. А универсальный мы опишем Padding top 16. и Padding bottom 16. А здесь у нас будет дополнительные вещи описываться. Вот. Теперь хорошо. Так, 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 так. Теперь опишем шаблон для нашей десктопной версии. Точнее, более чем мобильной версии. grid-template-columns max-content max-content во, встали. Дальше включим в шапке grid, чтобы было понятнее, что происходит. Смотрите. Встали рядышком друг за другом. Давайте мы их раздвинем. justify-content space-between во. Теперь между ними появилось расстояние какое-то. Только padding пропал. А, ну да, опечатка. padding-right padding-right. Фу, теперь нормально. Ну, только выровняно оно где-то не там, поэтому давайте сходим в header-menu. Продублируем этот блок и напишем, когда оно больше 736, header-menu, у него будет align-self, но не start, а center. Во. Отлично. Снимаем меньше такое меню, больше такое меню. Отлично. Выключаем preview. Ну, тоже неплохо выглядит на таком разрешении. В общем, адаптация готова. Можно сколько угодно ресайзить окно и радоваться тому, как оно работает. Осталась последняя вещь, проверить, насколько это кроссбраузерно. Я вам в самом начале говорил, что вот эти вот угловые скобочки внутри медиавыражений, они хитрые. Давайте сейчас откроем этот сайт в Chrome и Safari и посмотрим, что там. Скопируем адрес. Ой-ой, все очень плохо. Все развалилось. Дело в том, что вот этот синтаксис пока поддерживается только в Firefox. Но мы можем с этим что-нибудь сделать. Например, использовать какие-нибудь плагины постсс, для того, чтобы все это транспилировать, в общем, обработать для старых браузеров. К счастью, этот синтаксис это никакая не фантазия, просто он пока внедрен не так хорошо, как хотелось бы. То есть, все это время мы разрабатывали в Firefox, и там он работает. Мы сейчас с вами запустим плагин, обработаем все наши стили, заодно по дороге сожмем и объединим все эти файлы, потому что так много файлов подключать на сайт нельзя через вложенные импорты, потому что, ну, в общем, это беда. Постсс, как мы делали в том самом видео с шапкой. Только немножко другие плагины будем использовать. Откроем еще одну вкладочку и установим зависимость. Смотрите. npm install, post-css cli, который нам все выполнит, post-css import, который склеит импорты, post-css media minmax, который с медиабыражениями разберется, и post-css css o, который все сожмет. Ставим. Отлично. Дальше запускаем команду. npx, локально установленные пакеты, прогоняем через post-css, входим в файле index.css, используем плагины post-css import, используем плагин post-css media minmax, используем плагин post-css css o, не пишем карты кода и записываем все в styles index.min.css. Выполняем. Быстро. Давайте посмотрим, что там случилось. у нас теперь есть index.css, где все импортировано, и index.min.css, где все, что мы написали, но сжато, и смотрите, как выглядит медиа выражение. Это media, max.width и так далее. То есть синтаксис здесь совместимый. Ну и давайте настроим в index.html новый путь index.min.css Здесь ничего не изменилось, а как здесь дела? Отлично. Давайте посмотрим адаптивную версию тоже. Уменьшаем размер окна. Ну, это экстремально, а так все работает. и неважно в каком состоянии у нас меню, оно прекрасно адаптируется и возвращается в свое состояние. Очень хорошо. Аналогично и в Safari. Здесь тоже есть такой адаптивный режим. Самый маленький iPhone. iPhone побольше, iPhone еще больше, iPad mini. Восьмой iPhone, если повернуть, на меню не хватает, а если iPad повернуть, точнее сплиты, мы можем получать разные состояния нашего сайта. Теперь все работает. В общем, такая адаптивность. Получилось много, получилось интересно, по крайней мере, мне точно. Я попробовал разные способы изоляции стилей для конкретных разрешений, и мне на самом деле очень понравилось. Более того, вот этот момент, когда вы пытаетесь написать универсальные стили для всех состояний, а потом уточняете, и вы точно знаете, где ваши стили искать, это что-то новенькое. Я всегда раньше писал вот эти вот каскады наверх, то есть, типа, начинаем с базовых стилей, потом на все выше, на все выше, на все выше, и получалось месиво, потому что многие стили приходилось перезаписывать. Не обязательно вам использовать, да и мне, наверное, тоже вот этот синтаксис меньше-больше, но он понятнее. Поэтому, если вы все равно транспилируете, обрабатываете автопрефиксером или чем-нибудь еще, используйте этот плагин, например. Он вполне себе стабильный, и спецификация работает в третьем уровне, просто она не так хорошо внедрена. Ну и надо будет в ссылке к этому выпуску добавить ссылка на бактрекеры Safari и Chrome, чтобы вы могли проголосовать звездочками, чтобы этот синтаксис медиавыражений новый внедрили. Наконец-то доделали наше меню, это точно все на сегодня, две части закрыты, мы наконец-то сможем отдохнуть и подумать. Правильный этот подход, неправильный этот подход, и когда вы отдохнете и подумаете, расскажите мне об этом в комментариях, в соцсетях, где вы там меня читаете. Наверное, в комментариях на YouTube будет лучше всего, потому что дискуссия сфокусируется в одном месте, мы сможем обменяться мнениями. Это видео, как обычно, увидят первые патроны, а все остальные увидят на следующий день, поэтому, если вам не терпится или вы хотите просто меня поддержать, вы знаете, что делать, будьте патронами, а если не хотите, ну, хотя бы ставьте лайки, подписывайтесь, или что вы там делаете, это очень помогает мне и другим увидеть это видео. Ну, все, увидимся в следующем видео, live, наверное, пора устроить, или какой-нибудь разбор сайтов, что-нибудь такое. Пока.